Валерий Курас Смурфики Сосед Большерота Я мастер на все руки Я мастер на все руки Сюрприз С днём смурфождения! Поздравляем! В честь твоего дня рождения я сделал специальный пирог из смурфиники Не знаю, что и сказать! Спасибо вам всем огромное! Ура! Чокки и чайки, как здесь весело! Можно всегда так развлекаться! Зачем всегда ждать дни рождения? Есть много вещей, которые стоит праздновать, и мы можем этим заняться! О, да, Израэль! Скоро я приготовлю своё коронное блюдо! Всё, что надо сделать смурфиком, это наступить в мою ловушку, и тогда их буквально швырнёт в мои руки! Ха-ха-ха-ха-ха! Израэль даже решил искупаться перед обедом! Работай давай, Неуч! Ну и зануда! Здесь вообще нельзя повеселиться! Вот это уже забавнее! Немного взрывного порошка отправить смурфиков под облака! Прости, Гаргий, я только хотел развлечься! Развлечься? Да ты всё разрушил! Но в последний раз! Вон отсюда! Не поминайте их! Ну вот, я только что закончил свою величайшую книгу. Благоразумник надежды планеты. Подходи, народ, у нас тут праздник в честь его новой книги! От клуба веселых смурфят! Вечеринка для меня. Отличная идея. По-моему, я её и предложил. А это что за праздник? В честь нового стиха поэта? Нет, это было утром. Сосета, а теперь что празднуем? Глупые гуси, ты что, не помнишь? В честь твоего нового платья. Ой, а я и забыла. Давайте-ка закругляться. У фермера помидоры поспели. Пойдём праздновать. Терпеть не могу праздновать. Убери это, принеси то. Горбатиться на волшебника совсем не весело. Моя любить веселиться, моя любить играть. Эй, смотри под ноги, каланча! Прости, грубо, просто мне не с кем играть. Пойдём ко мне жить, будешь моим другом. Пойдём, а? Спасибо за предложение, но нет, мне пора. Смотри, если что, я всегда рад гостям. Приходи! Наконец-то этот марафон окончен. Да уж, хватит с меня пока вечеринок. Ну, ничего, без Гаргаме лежит веселее. Вот так. Теперь у меня отличная крыша над головой. А теперь на голове. То ли это дятел, то ли у меня гости. Горбатиться на волшебник. Грубал! Я тут решил на огонёк заглянуть, Большерот. Вот и отлично. Теперь мне есть с кем играть. Надеюсь, я это переживу. Ладушки, ладушки, где жили у бабушки? Отлично играем, да? Правда весело, Грубал? Ну, разве что только тебе. А что будем играть? Я хочу спать. Дилда, ты эдакая. Ты зачем меня дилда обзываешь? Я не хотел тебя обидеть. Кстати, а что такое дилда? Это значит друг. Дилда это друг, как мило. Тогда мы будем лучшими дилдами. Да уж, лучшими. Пойду в лес, соберу ягод. Есть повод для отменного праздника. Ну, всё, с меня хватит. На его фоне Гаргамель просто тушка. Это мой шанс бежать и вернуться на старую работу. Пожалуйста, Гарги, я больше не буду смеяться на тобой и бездельничать. Только работать, 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 пожалуйста, не прогоняй меня. Ладно, нытьи. Хватит хныкать, бери за дело и помогай чинить дом. Элик, как скажешь, Гарги, спасибо. Ты не пожалеешь. Ах, ты глупая обезьяна. Я, должно быть, задремал, Гарги. У меня была очень тяжёлая ночь. А теперь будет тяжёлый день. И никогда не возвращайся. Никогда. Фермер, силач, хотите на нашу утреннюю вечеринку? Не сегодня, нам надо перетаскать кучу овощей. Великая смурфа, что с нашей клумбой? Папа, это всё из-за смурфят. Они устроили столько вечеринок, что я просто не успевала следить за цветами. Окей, вечеринки. По какому поводу? Да по-любому, папа. Новый стих поэта, новый овощ фермера, и никто не успел поработать. Хм, да. Надо мне поговорить со смурфятами. Понимаете, смурфяты – праздники для особых случаев. Если праздновать каждый день, то это уже не праздники. Грустные голуби, так вот почему никто не хочет приходить на наши вечеринки. Может, в деревне все и заняты, но есть же и тот, кто здесь не живёт. Ты имеешь в виду... Ура! Всем веселиться! Прости, Дикий, мы не хотели пугать твоих друзей. Но мы... мы... мы хотели, чтобы ты повеселился. Дикий, подожди! Прости нас! Мрачные моржи! Теперь нам не с кем праздновать. У-у-у-у! Привет! Чё такие грустные, а? Мы грустим, потому что на вечеринки никто не приходит. Вечеринки! Моя любит вечеринки! Правда? Да! Моя готовит праздник для нового друга. Может, пойдёте со мной и поможете? Конечно, без вопросов! Боюсь, придётся мне жить с этой громадиной, пока Гарги не сменит гнев на милость. Что? Мне кажется, я слышу... Сморфиков! Не волнуйся, Большерот, это будет отменная вечеринка! Твой друг точно будет удивлён! Это ещё мягко сказано! Гроу! Привет, друг! Постой, нам он совсем не друг. Какой приятный сюрприз, Большерот! Какой щедрый подарок с твоей стороны! Я очень рад! Эй, куда ты собрался, мой лучший дилда? Будем играть? Да, в прятки! О, как здорово! Моя любит прятки! А теперь закрой глаза, считай, до миллиона, и ищи нас! Раз, два, три, девять, триста сорок пять! Думаю, теперь Гаргамель сменит гнев на милость. Ты? Я же сказал тебе, больше не являвся! И это окончательно! Но, Гарги! Я принёс тебе смурфиков! Сметь сказал смурфиков! Входи же, милый мальчик, входи! Ну-ка, что у нас здесь... Пожалуйста, Гаргамель, отпусти нас! Мы устроим тебе праздник! Спасибо за предложение, малышка! Но лучше я сам устрою вам вечеринку! Развлекайтесь здесь, пока обед не будет готов! Сто тысяча миллион! Кто не спрятался, я не виноват! Ух ты! Грубал здорово прячутся! Я слышу смех моего лучшего Дрилды! Всё, иду искать! И как же ты их поймал, Грубал? Я сказал Большероту, что мы будем играть в прятки, и был таков! До сих пор не могу поверить, какой он глупый! Большерот считал тебя другом! Друг? Да как вообще можно дружить с эдаким дурнем? Осторожней со словами, он прямо за твоей спиной! Большерот? Ты меня обманул, Дилдар! Стой! Я всё могу объяснить! Это не то, что ты думаешь! Да, мы всё можем объяснить! Нет, хватит разговоров! С Большеротом хватит! Нет, пожалуйста! Не надо, погоди! Бегите со всех нас! Грубал обидел Большерота! Я тебе больше не Дилда! Понял меня! Это всё твоя вина! Погоди, Гарги! Не гаргай, дуб на меня! Не буду, Гарги! Я сказал, не гаргай! Спасённые синицы! Спасибо, что помог нам, Большерот! Теперь моя знать, кто мне настоящий друг! Смурфята могут играть с моя каждый день! Дождёмся твоего дня рождения! Тогда он будет особенным! Вас, а я ищу! Мне только что привезли новую трубу! Давайте закатим вечеринку! Попразднуем! Ну уж нет, прости! Больше никаких вечеринок! По крайней мере, не так скоро! Хм! А вот это, пожалуй, стоит отпраздновать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так делает нянюшка! А здесь, нянюшка, новый колодец! Всего-то столетней давности! А это наш новый театр! Пора бы нам заканчивать экскурсию, если не хотим хвост и отморозить! К тому же, теперь нянюшка будет жить с нами всегда! У неё ещё найдётся время всё здесь осмотреть! Так вот, нянюшка! Кстати, о времени! Пора и домой в ней! Завтра рано вставать! Блины печь! Хе-хе-хе! Да уж, папа, за последнее время деревня сильно изменилась! А может, это ты изменилась, нянюшка? Ну, что плохого в переменах? Проснись и смурс! В чём дело? Ты можешь ещё поваляться в постели! Я уже позаботилась и о завтраке, и о блинах! Вот, угощайся! Это мой фирменный рецепт! Ух ты, нянюшка! Огромное тебе спасибо! Ну как? Горяченькие? Слишком горяченькие! Нет, ничего лучше, чем мои особые острые блинчики с утра пораньше! Я слышал колокольчик! Завтрак уже готов, Сластёна? Да, с пылу с жару! У нянюшки блинчики острее, чем шутки у хохмача! Да ты просто завидуешь, потому что кто-то кроме тебя готовит! Да, я был бы только рад ещё одному повару в деревне, но тут самому бы остаться живых! Не понимаю, и чего завидовать нашей милой доброй нянюшке? У меня самое время начинать вязать варежки для других смурфиков! Что? Ты можешь ещё немножко отдохнуть! Я тут потрудилась с утра пораньше! У меня есть своя секретная техника вязания! Она защитит от любого холода! Как мило со стороны нянюшки! Теперь у меня больше времени на другую работу! И совсем нет ниток для этой работы! Нянюшка, а ты уже видела мой сад? Конечно! Я даже пересадила его на другую сторону дома! Смурфики, всё по порядку! Нянюшка передвинула мою клумбу! Теперь я не могу видеть свои цветочки из окошка! А у меня до сих пор язык горит! Если на кухне будет готовить нянюшка, мы скоро от голода умрём! Это будет мой самый лучший пендинг! Нянюшка должна понять, что теперь всё по-другому! Да, она должна быть по-другому! И лучше ей не лезть в наши дела! Батюшки, а я-то всего лишь хотела помочь! Ну, видать, нет больше места для нянюшки в деревне! Станем странниками с углом! Пойдём, милый! Смурфиков попросту смоет, как моя дождевая ракета затопит весь лес! Готовьтесь к серьёзному залпу! Как только мой ливень вымоет их из крохотных домиков, мне останется только не спеша поймать их! Отправимся на рыбалку, грубо! А я предупреждал! Пудинг к нянюшке – это опасная штука! Понимаете, о чём я? Кстати, а где нянюшка? Может, пошла найти что-нибудь поострее к обеду? Или снова переводит мою пряжу? Или пересаживает мои цветочки! Это совсем не смурфно, папа! Ты должен с ней поговорить! Нет нужды! Нянюшка ушла из деревни! В записке она извиняется за то, что вмешалась в ваши дела! Великий смурф, она неправильно нас поняла! Мы должны найти и вернуть нянюшку, во что бы то ни стало! Да-да, вернём её! Надеюсь, в деревне никто не промокнет! Впрочем, они и сами смогут спрятаться! У них всё отлично получалось, пока я не появилась! Знаю, Смугл, я тоже по ним скучаю! Мы не так уж долго жили в деревне, но она стала мне родной! Веришь или нет? Нянюшка, где ты? Где ты, нянюшка? Интересно, откуда этот жёлт в лесу? Да, это что такое? Что за странный звук? Покуп! Ты и прав, Смугл! Похоже, смурфики в беде! Может, я и старая! Может, я и глупая! Но я должна им помочь! А вот и мой обед подоспел! Он уже не раз проворачивал с нами грязные трюки! Но этот самый грязный! Грубал! Хватит бездельничать! Принеси ещё дров! Не уверен, что в лесу осталась хоть одна сухая ветка! Смурфики в большой беде! Это всё, что я нашёл, Гарги! Сдаётся мне, бабуля, я вас раньше не видел! Я нянюшка! И лучше тебе поставить меня на место! Не то пожалеешь! Вы маринюйся-ка пока со своими друзьями! Это как же вы умудрились вляпаться в такие неприятности? Мы пошли искать тебя, нянюшка! Чтобы вернуть в деревню! А я-то думала, вы уже успели устать от своей нянюшки! Но раз уж мы попали в эту ловушку, надо думать, как выбраться! Мы виноваты перед тобой, но ты должна позволить нам справиться с Гаргамелем! Хорошая идея! Ну, вам и карты в руки! Может, мы сможем выбраться, если встанем друг к другу на плечи? Да, стоит попробовать! Терпение, мои малютки! Помаринуйтесь ещё немного! А может, я всё-таки попробую? Не знаем, нянюшка! Это небезопасно? Может, не стоит? А почему бы не попробовать? В конце концов, терять нам нечего! Разве что свои головы! Самое время для главных ингредиентов! Грубо, унеси шмурфиков! Да-да, как скажешь! Сынок, а тебе не говорили, что продукты надо мыть перед тем, как готовить? Или хочешь есть суп с грязью? Может, это нянюшка и права? Грубо, где же кружка? Надо помыть сворфиков! Малыш, раз уж идёшь на кухне, захвати ещё лучка и криандру! Так, отличный совет! Делай, как сказано! Что она делает, папа? Она помогает каргамелью, а не ла! Не бойтесь, малыши! Ня не знает, что делает! Все это видно, на что бы повар брал уроки у главного блюда! Как вкусно! Жаль, что придётся сварить такого советчика! Погоди ещё немного! Нельзя приготовить смурфиков без этой особой чудо-приправы! Не понимаю, зачем ты ему помогаешь? Да, кстати, зачем? Считай это поварской гордостью! Я не могу погибнуть в плохом блюде! Неужто я нашёл вкусного смурфика с хорошим вкусом? Что происходит? О, нет! Дождевая ракета! Жаль оставаться без обеда, Гарги, но твоя глупость того заслуживает! Этим гадким смурфиком меня не сломить! Что нам делать, нянюшка? Хотелось бы вам помочь, но у меня кончились идеи. А у меня есть! Мы можем связать из варежек верёвку! Точно! Мы зацепим её за сучок и сбежим! Самое время добавить смурфиком в суп! Быстрее! Гребите изо всех сил! Не так быстро, малыши! У нас назначен обед! Разве забыли? Обернись, Гаргамэль! Вы думаете, я поверю в этот старый трюк? Лучше тебе им поверить, Гарги, а то будет поздно! Так ему, по делам! Как же я терпеть не могу этих смурфиков! И я! Слава смурфам! Мы из безопасности! А грязь можно и отстирать! Лучше сгрызи, чем в супе у Гаргамэля! Кстати, о супе! Как же я проголодался! Вкусно! Кто бы мог подумать, вместе с моими специями, пудинг нянюшки стал восхитителен! О, нянюшка, спасибо, что перенесла клумбу! Мои цветы там стали ещё красивее! Ну вот и здорово, смурфи-то! Хочешь попробовать наш пудинг, нянюшка? Потрясающе вкусно! Молодцы! Вот видишь, нянюшка, все мы сегодня чему-то научились! Да уж, сынок, ты верно сказал, нет ничего плохого в переменах!